всем огромный привет добро пожаловать в новое видео мотивацию сегодня мы будем с вами делать домашние дела абсолютно разные за исключением готовки решила в это видео не включать это именно домашние эффективные дела на которые я потратил примерно два часа времени по сути каждый день я выделяю где-то два часа в день на уборку и делаю те или иные дела по своему настроению что мне хочется сделать именно сейчас ну естественно то что нужно сделать то что я запустила у меня очень много глажки было и стирки ну вернее очень много стирки было ее нужно было разобрать но так как у меня появился новый парогенератор о котором я давно мечтала то я сегодня проглаживала то что обычно даже не гладила сейчас я проглаживаю свои свой костюм брюки и футболку и тут больше дело даже не в глажке каково было мое удивление после того как я их постирала это села костюм купила в этом году хотела искала такие себе штанишки давно которые бы хорошо сидели потому что это щупом с прошлого или даже позапрошлого года тренд подобного рода одежда но я не могла найти на себя то что вот сядет хорошо ткань потому что что-то примеришь вроде бы все отлично а ткань такая что как-то все подчеркивает некрасиво и тут мое удивление было таким колоссальным после того как постирала эти широкие брюки трикотажные палацы они просто превратились в лосины я думаю блин что делать при том что постирала их по всем правилам они сели именно по ширине вот эта лапша которую вы видели она просто уменьшилась в размере и думаю надо попробовать это все отпарить получится ли их растянуть до обратного состояния да она растягивается так что видимо после каждой стирки буду это делать ну и в общем сегодня так как у меня появился отпариватель я глажу даже то что обычно бы и не гладила потому что ну всегда так когда появляется что-то новое там пылесос новенький начинаешь каждый день прям пылесосить и прям хочется это делать у меня по крайней мере так это работает я сначала пока отпариватель нагревался разобрала те вещи которые в глажке точно не нуждаются сложились и как раз он прогрелся я начала отпаривать здесь у меня много вещей в том числе школьная форма та которая лизе во первых мала и в отличном состоянии я ее складываю ульяне пригодится у меня вообще это очень хорошо работает ульяна можно сказать донашивает вещи лизы естественно не все какие то которые ну так в нормальном состоянии она таскает дома мне не жалко потому что она очень любит творить что-то рисовать постоянно клеить и ну мне по крайней мере не жалко что она дома может испачкать эти вещи и они не отстираются поэтому домашнюю одежду младшей вообще не покупаю практически ну разве что только какие-то пижамки а так всегда остается какое-то количество одежды в отличном состоянии судя по прошлому видео может многие не поняли мне кстати писали где разбирала ее шкаф что так нельзя нельзя избавляться от вещей без ребенка вы же меня не знаете вы не знаете как у нас в семье все устроено меня точно нельзя назвать человеком который мамой которая наплевательски отнесется к личному пространству ребенка я просто совершенно точно знаю что для лизы абсолютно не важно и поэтому что касается одежды ей это абсолютно не важно я знаю те вещи которые она очень любит я естественно не трогаю и если даже они малы без ее согласия не убираю вот я и говорю вот она у тебя уже мало давай уберем она тогда соглашается мы убираем я убирала те вещи которые покупала с надеждой что она будет носить они там совершенно не нравились и даже есть вещи и по размеру которые я убрала просто чтобы они не висели не пылились лишний раз не занимали место в шкафу потому что она их носить точно не будет и совершенно не нравится хотя для меня это очень классные вещи и вот такие вещи совершенно точно могут понравиться ульяне поэтому я их тоже постирала сложила для того чтобы убрать дальше на хранение и у меня здесь много еще вещей было перестирывала какие-то летние вещи также ульяшкины которые лежат с прошлого года были там не велики бывает такое что покупаю оказалось велико она лежит ждет своего часа я перестирывала чтобы это все было таким свеженьким переглаживала поэтому стирки очень много и если честно я потом еще стирала и мне еще предстоит и предстоит сушить раскладывать и гладить естественно в каждое видео это вставлять не буду потому что вам просто надоест смотреть и еще у вас тут чудеса монтажа я на самом деле сбегала в пункт выдачи потому что мне пришел чехол на гладильную доску решила сменить свой чехол на более нейтральный более нежный раньше я не знаю в икеи продавался я помню но я не уверена что мне подходит по размеру под мою гладильную доску но в любом случае киа закрыта поэтому я нашла на вайлберис вполне себе подходящий вариант у меня не совсем стандартная гладильная доска она широкая у нее ширина 45 или 46 сантиметров по моему и нужно было найти чехол подходящий по размеру в принципе без проблем нашла его на вайлберис раньше с этим было сложнее поэтому в прошлый раз пару лет назад все что мне удалось найти подходящего размера это чехол с вот такой машинкой сейчас выбор не ограничен несмотря на то что там написано что она все равно мала на мою доску я так примерила сантиметром и думаю да нет подойдет она действительно подошла это бренд по моему велент или как-то тогда по моему велент называется я найду ссылку оставлю если вам интересно у них очень много разных расцветок и по моему вполне себе неплохая расцветка вполне себе нейтральная меня эта машинка уже раздражала хотелось чего-то совершенно другого сейчас отвариваю свой жакет и отвариваю и разглаживаем такие вещи типа жакетов или рубашек их иногда хочется и отварить и разгладить одновременно потому что те места где швы где у жакета например лацкан там конечно хочется разгладить утюгом для того чтобы линии были строгие а там где спинка рукава там хочется пройтись отпаривателем для того чтобы не было заломов и все разгладилась красиво равномерно то же самое касается и платье комбинации и это а там и и и и Я очень давно хотела себе парогенератор, наконец он у меня появился, и у меня это бренд Morphe Richards, сейчас расскажу вам немного о нем. Вообще бренд Morphe Richards это очень надежный бренд, и кстати это британский бренд с более чем 80-летней историей, и кстати они первые начали выпускать электрические утюги в Великобритании в 1936 году. Что по этому парогенератору, он мне очень нравится, по использованию реально с ним меньше устаешь при глажке, потому что по сравнению с моим утюгом у меня очень хороший утюг, и как бы нареканий к утюгу у меня к нему не было, но здесь этот гораздо легче, то есть рука действительно не так сильно устает. Плюс здесь очень большой резервуар для воды, получается что не нужно постоянно бегать и доливать воды, хватает на огромное количество глажки, вот вы видели сколько я за сегодня погладила, и у меня там еще осталась вода, даже интересно сколько, но он не пищал, что воды не хватает, еще больше половины. Не знаю видно или нет, не так, с моим утюгом, конечно не так, там и резервуар для воды, меньше гораздо, он маленький, больше всего во время глажки мне не нравится бегать, доливать воду, ты как-то уже настроился вот стоять на месте и гладить, а нужно ходить доливать, наливаю я всегда фильтрованную воду на всякий случай. Вообще здесь очень высокая мощность подачи пара, и она может проникать через несколько слоев одежды, и получается что время глажки сокращается примерно вдвое, даже джинсы проглаживает вот с двух сторон реально, а паровой удар здесь очень мощный, 600 грамм в минуту. Что еще я очень сильно оценила именно в этом парогенераторе, это абсолютную безопасность. Во-первых, он выключается, если вы забыли его отключить, через 8 минут, если вы им не пользуетесь. У меня уже такое было, я его забыла отключить, он пропищал и выключился сам. И еще безопасность для вас и детей, невозможность обжечься о подошву этого парогенератора, когда вы ставите его сюда, во-первых, он защищен пластинами, и вы не можете коснуться. Во-вторых, он надежно фиксируется, здесь такие штучки, сейчас я вам покажу. Он надежно фиксируется, и снять его вы уже не сможете. Поэтому переносить парогенератор очень легко и безопасно. Подошва у этого парогенератора керамическая, она очень легко скользит по ткани и разглаживает складки. Мне очень понравилось то, что можно им пользоваться не только горизонтально, но и вертикально, как отпаривателем, потому что есть такие вещи, когда не хватает либо утюга, либо отпаривателя. Например, школьная форма, именно девчачья. Понятно, мужские рубашки очень легко там утюгом пройтись, прогладить. А у девочек, там где есть трюшечки, какие-то валаны, вставки шифоновые, там хочется именно отпаривателем пройтись. Или легкое платье, как у меня сегодня в видео, я отпаривала и отглаживала одновременно. Его и отпаривателем маловато, и утюгом неудобно, потому что подкладка начинает просвечиваться, отпечатываться на верхней поверхности ткани. В общем, вы поняли, здесь вообще с этим очень здорово. И еще очень важный нюанс именно у этого парогенератора, то, что здесь есть функция самоочистки от накипи. Дело в том, что в Англии вода чаще всего очень жесткая, и поэтому бренд Morphe Richards как раз-таки заботится о том, постоянно разрабатывает что-то новенькое. Для того, чтобы меньше нужно было совершать каких-то телодвижений при очистке резервуаров от накипи, еще чего-то. Потому что очень часто поломка именно утюгов, это естественно жесткая вода и накипь. Здесь же получается такая история. Когда накопится накипь, то парогенератор сам откачает ее в специальный резервуар, а потом останется просто слить накипь. Из специального отсека я сейчас вам его покажу. Вот этот большой отсек получается для воды, а вот этот маленький для накипи. Просто ее снял, помыл и все. То есть он сам очищается, что как бы очень здорово. И еще гарантия. К году гарантии можно добавить еще 12 месяцев. Если после покупки вы его зарегистрируете на сайте, то получаете еще 12 месяцев гарантии. Но зарегистрировать нужно успеть, по-моему, в течение 30 дней. Так что я довольна и могу вообще его смело рекомендовать. Это очень обалденный парогенератор и еще не очень шумный. Потому что я у мамы пользовалась, тестировала ее парогенератор на даче. Вот он шумит, как сумасшедший. Этот практически вообще не шумит. И сейчас это моя ван лав. Как понимаете, я сейчас буду все переглаживать. То, что обычно бы и не переглаживала. Теперь приступаю к уборке на кухне. У меня здесь много планов, много что нужно сделать. И много что не попало в момент съемки. Потому что гораздо быстрее дело движется. Когда ты что-то делаешь, не снимай. Я не знаю, как это работает. Вроде бы поставил камеру и снимаешь. Но по факту нет. Это очень долго все длится. Я сейчас загружаю посудомоечную машину. А по факту я загрузила ее в этот день 3 раза. Потому что еще там кое-что чистила холодильник. И было что помыть в посудомоечной машине. Сейчас я ее загрузила практически полностью. И чаще всего я действую по наитию. Что хочу, то и делаю. Иногда бывают такие периоды, когда прям вообще дел очень много. И я хочу сделать прям генеральную уборку. Мне это, кстати, предстоит. Я этого не сделала в этот раз. Потому что было много других дел. К примеру, я отвлекалась на уборку в Ульяновой комнате. Мне даже пришлось там шторы постирать. Хотя я не планировала это делать. Потому что разлилась краска на шторы. Как я сказала, Ульяна очень любит творить. В общем, я прервалась много раз на разные другие дела. И на генеральную уборку кухни меня просто не хватило. Хотя я хочу это сделать. Но сделала какие-то основные моменты. Чтобы на кухне было чисто и приятно находиться. Например, мою решетку. Спасибо большое моим подписчицам. Кто-то мне написал в комментариях, что продаются такие губки уже с мылом. Абразивные губки. И это действительно находка. Я вам их показывала в покупках для дома. Если я хочу помыть решетки до идеального состояния. Скажем так, глубокая чистка решеток. Не просто протереть их или поверхностно помыть. Я их натираю вот этой губкой с мылом. Споласкиваю под водой. Не очень тщательно. А потом отправляю в посудомоечную машину. И тогда решетки в отличном состоянии. Потому что чугун оттирать проблематично. И посудомоечная машина просто не справляется с некоторыми загрязнениями. Например, если что-то пригорело. По-моему, она делает только хуже. Она смывает какой-то поверхностный жир. Поэтому, если сначала обработать губкой и отправить в посудомоечную машину, то вообще супер. Этой же губкой она получается одноразовая. Вот ее хватает на один раз. Мою с помощью этой губки решетки. А потом этой же губкой мою плиту. И уже тогда ее выбрасываю. Единственное, что лучше пользоваться в перчатках. Потому что она начинает колоть пальцы. Это очень неприятно. И я всегда забываю надеть перчатки. Но в какой-то момент все-таки надеваю. И она также отлично просто отмывает плиту. И в моем случае не царапает. Я, по крайней мере, этого не заметила. Если это такой рутинный уход, то я обычно использую губку для мытья посуды, которую впоследствии выбрасываю. И средство для мытья посуды. Потом протираю, смываю средство для мытья посуды и протираю насухо. Но когда хочу устроить более тщательное мытье плиты, то тогда использую эту губку. Вдобавок использую скребок для плиты. И он, кстати, тоже абсолютно не царапает плиту. Это вот у меня вторая уже плита. И сколько я пользовалась скребком, никогда царапин никаких не было. Потом уже в несколько этапов смываю моющее средство и протираю насухо бумажными полотенцами. Потому что они не оставляют разводов, не оставляют ворсинок и просто фантастически полируют плиту. Субтитры подогнал «Симон» 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 Одна в одну У меня их не так много Но это керамическая посуда Для приготовления И она очень легко скалывается Поэтому одна в одну Я их не ставлю И получилось, по-моему, очень классно На самом деле Задействовано очень много места для хранения Эти держатели для кружек Позволяют не составлять кружки Одна во дну Нет вероятности, что они упадут Очень удобно И вниз я поставила тарелки В основном это детская посуда Которая не подходит под сервис И одна в одну плохо ставится Вот там на полочке просто отлично А теперь приступаю к уборке на кухне И наперед скажу, что я так психанула Когда монтировала это видео Потому что в жизни этого так не видно Но когда я начала монтировать видео Я думала, мне не нравится кухня Какой-то бардак и хаос визуальный И я решила, приняла решение Абсолютно все убрать Убрать весь декор Пусть полки будут пустые, эти открытые Мне все не нравится Хочу убрать абсолютно все со столешницы Убрать декор сверху кухни Отовсюду хочу убрать декор И так всего слишком много Ну, я мужу уже начала жаловаться Что мне не нравится фартук кухонный Мне много чего не нравится Он, конечно, выдохнул И сказал, что Подожди, остановись, пожалуйста Ты меня ванными уже немного напрягла Я, наверное, человек неугомонный Сегодня я также решила помыть стулья Потому что эти стулья мои любимые Уход за ними невероятно простой Обожаю эти стулья Уход за ними просто минимален Они очень легко протираются От любых абсолютно загрязнений Это может быть меломиновая губка Но я, если честно, даже не прибегала Просто пшик универсальным средством Протираю тряпочкой И вуаля Единственный нюанс Они скапливают в себе невероятное количество мусора Ну, то есть В противном случае Этот мусор, скорее всего, упал бы на пол Какие-то крошки, еще что-то А эти стулья, благодаря своей эргономике Вот конструкции Они под сидушками Там у нас лежат мягкие сидушки Скапливают невероятное количество крошек Поэтому достаточно часто нужно убирать Эти крошки не видно Потому что как раз-таки сидушки Для меня это, конечно, вообще не проблема Потому что уход настолько простой Можно на пол стряхнуть эти крошки Можно пропылесосить сами стулья По большей части в этот раз я стряхнула крошки на пол И чтобы потом все равно пропылесосить Пол был достаточно грязный И мою пол Субтитры сделал DimaTorzok 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 Сердце DimaTorzok Субтитры сделал 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 DimaTorzok DimaTorzok Райка Но приходится. Терпеть не могу, когда очень сильно пахнет хлоркой. Я прекрасно понимаю, что это вредно. Но хочу сказать, что Доместо справляется лучше. Этот спрей тоже неплохо очищает раковину. Особенный эффект виден через некоторое время. После того, как ты ее помыл, она постоит минут 15-20 и становится еще светлее. Я не знаю, за счет чего происходит такой эффект. Создается ощущение, что возле слива еще есть такие пятна. Но потом они исчезают. Так что я хорошо смываю средства, протираю насухо. И еще там навести мне нужно порядок на мойке. Перелить моющее средство для мытья посуды в дозатор, который будет получше смотреться на кухне. Распишись. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо большое, что досмотрели до конца, до встречи в новых роликах, а я точно приступлю к тому, чтобы убрать весь декор со своей кухни и сделать толешницы и полки максимально пустыми.